Дальше у нас, соответственно, количество объявлений в блоке и тип блоков, что наиболее находит. Правый рисунок зависит от типа блока, но плоский, как на весь сайт, скажем так, большой блок. Понятно, что клипы дерьмо больше иногда, но клиптяжек. По сути клипы дерьмо больше, потому что группа занимает больше места на сайте. Источное зрение количества объявлений. Здесь тоже есть некая тенденция. У меня больше четырех объявлений в блоке лучше не делать. Во-первых, это только убивает дизайн сайта напрочь, когда у нас появляются непонятные блоки рекламы. А во-вторых, мы видим, что кликабельность, вернее, доходность увеличивается. И чем больше транслируем, тем меньше кто-то получает. Не нужно больше четырех объявлений в блоке угловид. Ну, еще такой момент. Конечно, размещая, скажем так, рекламу на своем сайте, нужно понимать о том, что вы можете транслировать куклуэнтов. Не всем это понравится. Например, если вы продаете паркет тот же самый, не всем понравится, на вашем сайте будет транслироваться объявление о продаже паркетов в других паркетных компаниях. Поэтому в Яндексе есть интерфейс, который позволяет просматривать рекламодателя и удалять их по номеру телефона, либо по AeroLandos. То есть список плохих не обещаем. Еще проще. Там есть, во-первых, как ты разделил всю математику уже давно, то есть там сразу есть волшебный блок подключить. Во-первых, конкурировать. Ну, да. То есть, когда вы проверяете, что близкая криптовалюта, и все это отключается один-два-месяц, а тиши слятия. Тут тоже разумно для того, чтобы было можно. Теперь по поводу выгода. То есть деньги мы там в системе заработали, соответственно, для которых нужно нам вывести. Здесь ситуация следующая. Физические лица получают 45% от размещения рекламы, и они также оплачивают свой налогный прибыль, 13%. Будет происходить банковский факт. Значит, выплаты у них 20-го числа месяца следующего за отчетом. Если там заработали меньше 100 рублей, то конкурент не выводится. Юридическим лицам подписывали документы, подписывали оригиналы, и опять же выплаты ежемесячно. В связи с этим, на самом деле, реально удобно работать через ЦОПы. ЦОПы – это центр обслуживания партнеров. Их несколько. Они в самом яндексе расписаны. Там есть профи партнеров, один из таких известных, очень староизвестных. На нем, на самом деле, хорошие условия. Там выплаты почаще бывают. И, возможно, всем мастерам любимой игрмани. И это проще, действительно проще. Теперь о примерах заморка. Значит, здесь пять сайтиков, четыре сайти, вернее. Это все сайты с посещаемостью примерно 100-300 человек в день. Ну, в зависимости от этого периода. Это, скажем так, строительные доски объявлений. Доски объявлений недвижимости и промышленности. Ну, скажем так, сайты специально созданы для... Вы заработали свои периоды, что там 300 тысяч рублей? Нет, на самом деле, большой период. То есть период здесь разный, но, к сожалению, не получилось на этих сайт с одинаковым периодом. Период здесь большой – это год. То есть мы видим, что на самом деле заработок, скажем так, не такой уж большой, но, в принципе, блок висит. Кому не мешает, что он висит. Мы сейчас дальше рассмотрим, сравним. На этих сайтах еще используемся другие методики. Посмотрим, что лучше, соответственно, работает. Ну, по поводу, даже за директ, что мы по поводу не можем сказать. Подраться сложная. Если ваш слайд в день удовлетворяет, то этот директ – это один из лучших экспериментов, с помощью заработки на протестовое клавиумование. В реальности их довольно строго прогрязка на скликивание отсекает довольно много реальных клипов, на самом деле, которые есть. То есть если сравнивать сечение обоощающего, если сравнивать… Ну, мы понимаем, что, скорее всего, мы могли заработать больше лет, а частью лета. Возможно, это да, никак не доказать. На самом деле, это приезд и как попал в общении с ними. Потому что, ну, так же, да, раздовольствием от другого порядка чуть-чуть денег, то есть через месяц, чтобы у нас с людьми. Собственно, есть один нюанс. В 2009 году целый контор, который отправился за директор. Причем он сразу на эти предыдущие проекты неизвестно. Да, да, это, скажем так, политика компании, связанная с директором, связанной с листом, по движению. То есть, ну, скажем так, немножко нерадостное для мастеров, но в целом все равно. В 12 апреля он стал нерадостным опять. То есть радостное было обязательно, что это не спло. Я думаю, что люди может, да, как они объявили, а то, что мы используем этот ООО, который наш торт, единственный вид для этого. Расфортируйте, пожалуйста, на какие-нибудь все ваши деньги. Опять же, без минусов по выводам по схемам, у нас нет прозрачности получения тортодов, и самое главное, нет прогнозов. То есть, ну, в принципе, попробовать несложно, поставить блок, он меньше, например, заработать, зарабатываем или не зарабатываем. Ну и так, дальше сделаем эту нужную на сайте. Но невозможно прогнозировать. Она, в общем-то, скажем так, пугает многих при выборе вот этого заработка. Ну, по сути, такой общий вывод и правильная оптимизация коммерческой тематики для России является одним из лучших способов оптимизации сайта ProNet на контексте Repair. Ну, там его уберут, то есть, если она у вас потом, скажем так, куда упала, посещаемость или, например, на выходные, то, как бы вас тут нужно нанять на сильном уровне. То есть, на первом этапе можно немножко... Ну, если говорить о попадании, то есть, на первом этапе можно немножко накрутить, посещаемость в разном способе, попадая туда, а потом, если она сближается, то, в принципе, взять и выбрасывать по практике. Опять же, если она, конечно, не с того не будет. Теперь о пигуне. Значит, пигун — это одна из старейших систем контекстной рекламы с огромным количеством выбора вида объявлений, которые вы можете транслировать на вашем сайте. Значит, на самом деле, тут есть только контекстное объявление и гиперконтекст, то есть это для у нас таких сайтов хорошо. Это потому что, я думаю, на самом деле, может получиться, потому что она самочетная, потому что, если выставляет это гиперконтекст, то он может убить эту возможность. Это очень тяжело слушать, потому что вас не слышно. Давайте каждую секунду. Ну и что дальше? Давайте мы все начнем говорить. Давайте один будете говорить, а вопросы потом. Нам есть всем что сказать. Сейчас все в один голод заговорим. Я считаю, что в виде контекста. Для новостных сайтов хорошее решение. Мы размещаем этот угол. В текстах появляются ссылочки, мы, вводя на которые появляются объявления в бегунах. В целом, если у вас на сайте много контента, то довольно неплохой способ заработки, особенно не мешающийся пользователям ваших сайтов. Видеоконтент. Привью сайтов в динамические объявления. Я вижу штучку, которая еще и по экрану бегает. Но, скажем так, она меня очень сильно напоминает. Это можно, наверное, использовать только для тех сайтов, которые уже совсем создаются только для продажи рекламы. Есть интересная штучка контекстных звонок с сайта. То есть это оплата за действия. Есть контекстный показ баннера. То есть можно транслировать. То есть на самом деле система довольно гибкая. То есть можно продавать рекламу в абсолютно разных местах и зарабатывать на парадах. Требования к площадке практически никакие. То есть на самом деле посещаемость, которую они заявляют, уникальность посетителей в день. Но сами понимаете, что если вы зарабатываете на клик, то у вас там два посетителя в день при кликами, если там пять процентов, мы, наверное, это дадим клик сделать через месяц. И, в общем-то, выключено заработать. Ну и размещение обработок в коммерческих гостях. Опять же, по поводу прогнозов. Прогноз, он, на самом деле, делается приблизительно так же, то есть практически не так. Есть инструмент, который позволяет посмотреть, по чему сейчас направили у себя документы, посылочки проедите, там можно открывать запросы, и он вам покажет некую стоимость. Опять же, вы сами понимаете, что если вы транслируете объявления строительные, где клик стоит много, вы там что-то зарабатываете. Если это какие-то развлекательные тематики, где клик практически ничего не стоит, то заработок будет приблизительно равен нам. Значит, теперь о выводах. Выводы в Вирмане, банковские переводы. Кто-то по поводу в Вирмане, не понасколько знаю, что люди жалуются на задержки в выводах, бывает такое, к сожалению, выводы в Вирмане. Опять же, есть обслуживание портлеров со своими условиями. Вот это старейший, золикый спутник, который очень много налоговый, который понимает налоговый законодатель, это очень черное называлось, выводит в различные валюты два раза в месяц. Те же сайты по поводу, к примеру, заработка. Значит, это, на самом деле, очень древний слайд. Еще тогда, когда Бигун работал с долларами, просто потом мы с Бигуном не работали, не монетизировали, потому что посчитали, что он наиболее неинтересный, с точки зрения заработка, в контексте. Но идея такая, что мы прогнозируем в три раза меньше, чем с Яндекса зарабатываем. По выводам. Если у нас сайт, который проходит в RSI, в целом его можно смело попробовать добавить в Бигу, либо в AdWords, по-кому мы сейчас дальше не говорим. То есть, мотерация простая, то и за этим найдет. Масса граммов в продаже сайтов, т.е. если мы хотим продавать контекст, можем просто показывать там баннер, продавать нам вид, что угодно. Реальности проверки на скликивание тоже отсекает много кликов, т.е. мастера жалуются, если вы читаете формулы, понимаете, как бы, в общем-то о чем. Абсолютно полное непрозрачное получение тортода, отсутствие прогнозатора, любого возможного. Бывают задержки новых средств, но, честно говоря, вы, наверное, не очень утешительные. у меня по опыту людей, которые при помощи бюджета монетизируют, скажем так, это решение, которое позволяет монетизировать только сайт созданный для продажи рекламы. На нормальный сайт бюджет ставить на нем тему слову. Это бюджет. Теперь по... Да, вопросы по бюджету есть какие-нибудь? Понимаете? Значит, теперь AdSense. AdSense — это бюджетская система. Здесь у нас есть возможность продажи текстовых и графических объявлений, трансляцией на сайте, ну, соответственно, типа оплаты за клиники или показы. Значит, опять же, практически невысокие или практически никакие требования к площадкам. То есть принимаются практически любые площадки. Единственное, там не должны быть такие вещи, как заключаемые здесь модельские материалы, некий скрытый контент, избыточная оптимизация. Когда мы там на сайте пишем пластиковые окна, в Москве недорого, купите наши пластиковые окна, а еще на наших пластиковых окнах самый лучший профиль. Ну, если такого будет много, площадки отражены модерации. Ну и, по сути, необходима минимальная уникальность содержанных сайтов, хотя, по факту, проходят модерацию вообще сайтов, которые полностью имеют неуникальное содержание. Про выводы. Значит, Google, на самом деле, самая неудобная система с точки зрения выводов. До недавнего времени когда мы не включили возможность вывода в Вимали через платежную систему Робина, были вообще только чеки для России. И чеки там приходили по несколько месяцев. По сути, наверное, это не очень хорошо, потому что мы вроде как зарабатываем, а денег у нас нет. Значит, сейчас можно выводить через Германию для граждан Российской Федерации наиболее удобный вариант. Выплаты происходят после достижения определенного порода, это 100 долларов. Дальше, Google начинает проверять ваш доход и через какое-то время, обычно в последнюю неделю месяца, денежки вам входит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова